Друзья, всем привет! Вот и в нашем регионе настало время для того, чтобы обрезать ремонтантную малину. Ремонтантная малина отличается от летней малины тем, что она плодоносит на побегах текущего года. А летняя малина плодоносит на прошлогодних побегах. Космос, ты что, удобряешь? Да, космос у нас удобряет, он тоже ямку роет. Вот, малина, чем хороша ремонтантная, в чем ее плюсы и в чем минусы? Плюс ремонтантной малины в том, что она, вот, обрезаем мы ее под зиму, и нет загрозы, что вот эти побеги, ветки малины, зимой будут повреждаться морозами или весной возвратными заморозками. Так как летняя малина у нас тоже есть, но она у нас через год плодоносит. Один год там, мы, если хорошо укроем ее, ее нужно укрывать, пригибать. А ремонтантную малину пригибать не надо. Вот, обрезали ее под самую землю. Муха съела и сразу отломается. Ну, а вон, покажи, вон, да. Вот, в чем еще плюс, что мы вот срезаем ремонтантную малину, и вот эти шишечки, в которых малиновая муха отложила червячки, свои личинки, они также убираются. Вот, убираем мы эту ремонтантную малину на подстилочку, все собираем, все ветки, все листья, и выносим ее за пределы участка, и там сжигаем. Чем еще хороша ремонтантная малина? Тем, что она урожай дает... В конце июня надо, в начало июля. Да, у нас сорт Мария, и в конце июня уже есть ягоды, и целую осень мы до самых заморозков едим ремонтантную малину, едим очень вкусные, хорошие ягоды, потому что вот у нас сорт Мария, это очень сладкая ягода. Еще мы посадили Джан Джей, но она чуть-чуть с кислинкой. Вот так мы обрезаем вот эту малину, и утепли сразу, что мы показали, дальше не шли. Вот мы подготовили перегной, перегной он должен быть года два-три, там не свежим, конечно, перегноем. Утепляем. Это перегной выполняет две функции. Он и утепляет на зиму, и когда уже весной будет оттаивать снежок, он вместе с снежком будет питать наши корни. Можно ремонтантную малину оставлять на два урожая. Чтобы она плодоносила и на прошлогодних побегах, вот не срезать прошлогодний побег, а оставлять его. Вот если оставить прошлогодний побег, это как в пословице, гнался за двумя зайцами, то ни одного не поймал. Потому что вот и корни питают... А вот видишь шишечка? Ага, ну покажи ближе ее. Вот, вот она. Вот видите, вот да. Муха там пошелилась. Да, малиновая муха отложила свои личинки. И вот мы таким образом... Видишь, как она, червячок пошел. Угу. Это на следующий год, весною, вроде бы мы будем ждать малины, а корни будут питать этот... Вдвойне затрачивать усилие. Плюс к тому же при сильном ветре она тут отломается. И у вас пропадет урожай. А которые сохранятся, корни будут сильно питать. А когда даст молодые побеги, им не хватит питания. И у нас урожай будет один в июле, а другой в августе, в сентябре. Но небольшой. А так с июля и вон на том кусте, где теплее, где дом держит. А ну повернись, покажи сюда. Вот, смотрите, после мороза, тут теплее. И практически еще ягодки есть. Если было тепло, она продолжала бы давать. Посмотрите какие. Вот они, ягодки, которые притеплили до конца. До мороза она продолжала давать хороший обильный урожай. Ну еще хорошо малину перегноем утеплить, а потом взять ореховые листья. Вот мы приготовили. Потом, после того, как мы засыпем перегноем, мы также засыпем еще сверху ореховыми листьями. Почему ореховые мы предпочитаем? Потому что на листьях ореха почти нет вредителей. Вот у нас орехи растут. И никакого вредителя, никакая гусеница, никакие червячки не повреждают. Малину хорошо обрезать по уровню с землей. Не оставлять никаких пенечков. Потому что мы экспериментировали, оставляли пенечки. И вредителей подмерзает. И смысла никакого нет. Ну еще что можно рассказать о малине. Еще хочу сказать, что корни малины питают побеги. Если оставить побеги прошлого этого года, то они отдадут свое питание и тем, и тем. И обильного урожая не будет. Будет чуть-чуть на побегах первого года ягод. И немного будет ягод на побегах прошлого года. Почему мы обрезаем в начале зимы? Потому что мы проживаем в Украине, Одесской области. А малину желательно обрезать, когда уже опадут листья. Вы, как видите, у нас еще даже некоторые листья сохранились на малине. Вот я ждала, когда уже у нас заморозки. Вот два дня назад у нас первый припорошил снежочек. Вот. И малина у нас сбросила листья. Почти. А если срезать ветки малины, когда еще листья будут, тогда они не полностью, корни наши обогатятся питательными веществами. Так как корни питаются все-таки через листья малины. Вот присыпаем, перегноем. Утепляем, удобряем. Таким образом присыпывание еще этими листьями. Чтобы уже, да. Потому что у нас уже время, как бы ролик надо уже и заканчивать. Ага, ролик, да. Ну тогда, давай. Просто покажи, да. Можно, если у кого нет перегноя, можно и опилками, потому что не у всех же есть. Так что, друзья, если вы еще на своем приусаденном участке не посадили ремонтантную малину, очень советую. Потому что никакие морозы, никакие заморозки, если вот таким образом утеплить ее на зиму, корни. Вот наша задача только утеплить корни. А стебли пригибать не надо, утеплять не надо, укрывать не надо. Так что сажайте ремонтантную малину и будете всегда урожаем. А опилки должны быть выстояны хотя бы год. Ну да, опилки не свежие, потому что они убирают азот из почвы. Ну вот, да. Смотря какие опилки такого дерева. Как перезимовала наша малина, мы покажем вам весной. Если вам интересно, подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое за просмотр, что вы уделили нашему каналу внимание. До свидания, до скорых встреч, друзья!